В Сергиевом Посаде открылся фестиваль у Троицы. В его программе 16 спектаклей. Играть будут в Театральном Ковчеге, в ДК Гагарина и в Дубраве. Для посадских зрителей фестиваль – уникальная возможность увидеть коллективы из Вологды и Челябинска, из Донецка и Скопина. Привезли постановки и несколько московских театров. Например, спектакль «Пять вечеров» в исполнении Московского областного государственного театра юного зрителя. Я очень рада, что наконец-то в Сергиев Посад приехала московская труппа. Это очень радостно. То есть мне придется ехать в Москву. И я хочу наконец-то посмотреть вот эту пьесу «Пять вечеров». На самом деле ни разу не получалось, хотя люблю театр и смотрю. Но, конечно, он у Грешаеву. Я ее увижу сегодня. Как жить с Хвостом? Я не буду вам мешать. Буду считать, что эта встреча состоялась. Чем же вы мне можете мешать? Вы мне не сможете не мешать? Вам здесь будет удобно? Вот, посмотрите. Вы постели чистые, я на сегодня постели. Впрочем, решайте, как вам лучше. Я вас уговорю, не собираю. Первая постановка этой пьесы состоялась еще в 1959 году. Но интерес к ней сегодняшних зрителей говорит о том, что темы спектакля важны и по сей день. Спектакль – это и отдых, и, как говорится, для впечатления, да, какая-то пища, для размышлений. То есть здесь нельзя сказать, что что-то одно. Если для зрителей фестиваль – это возможность уйти на два часа в параллельный мир, для актеров это еще и творческая лаборатория, где подмечают актерские приемы и обсуждают, что нынче актуально. Какие темы сейчас актуальны? Не знаю, сейчас все за формами борются, за перформансом каким-то. Мне это не очень, как артисту, интересно, я больше за психологический театр. Я тоже не люблю современный театр вообще. Ну, как бы не современный театр, а современные формы. Вот когда вот что-то непонятное, форма ради формы, когда вот что-то ау-ау-ау-ау-ау-ау, вот это все, вот это не наше. В программе фестиваля у Троицы – драматические музыкальные и кукольные спектакли. Они все объединены темой «История России». Потому на сцене одна эпоха сменяется другой. Но вечными остаются любовь и предательство, дружба и равнодушие. У нас ее никто в квартире не любит, а я ее так и называю. Сама писта вечная пирог. Ну и что, значит, хорошая девушка и старательная, вам не мешало с нее пример брать. Ага, мне-то зачем брать? Я вообще так пользуюсь успехом. К финалу фестиваля жюри определит лучших в номинациях «Лучший актер», «Спектакль», «Сценография» и не только. Ну а зритель делает свой выбор, когда покупает билет на спектакль. Юрий Мирошников, Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов. Программа «События». Стою и губами щелкаю.